Привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу приготовить один из самых любимых вариантов своего завтрака. Я имею в виду гранолу. Кто не знает, гранола это запеченные овсяные хлопья со всеразличными цукатами, орехами, семенами, сухофруктами и так далее. Считается, что гранола очень полезный продукт, так как содержит клетчатку, витамины и микроэлементы. Но в то же время она и высококалорийная из-за содержания тех же самых орехов в своем составе. Поэтому ей не особо следует увлекаться. Как мне кажется, она идеально подходит для завтрака. Во-первых, уточком насыпал себе в тарелку гранолы, добавил молоко, кефир или йогурт, различные ягоды и завтрак готов. Во-вторых, необходимый заряд энергии обеспечен до обеда, ну это точно. К тому же вариантов ее приготовления существует огромное количество. Все зависит от вашей фантазии и, конечно же, то, что у вас есть на кухне. Для гранолы я использую овсяные хлопья. У меня их здесь 400 грамм. Хочу сказать, что это хлопья традиционный геркулес из цельного зерна. И стоит отметить, что хлопья быстрого приготовления не подойдут, так как у них тонкий помол и повышенная степень плющения. А значит, сохранено меньше полезных микроэлементов и витаминов. К тому же я буду добавлять также овсяные отруби. В них содержится клетчатка. Тоже полезный продукт. Семена льна. У меня их 30 грамм. Отрубей я брала 50 грамм. 30 грамм семян льна. 30 грамм семян кунжута. И 30 грамм семян подсолнечника. Все это я сейчас перемешаю, чтобы все семена распределились равномерно в овсяном хлопе. Теперь я займусь второй частью компонента для гранолы. Во-первых, включаю клетубу. Добавляю в сотейник 100 грамм кокосового масла. Чайную ложечку корицы. Две столовые ложки коричневого сахара. И 200 миллилитров яблочного сока. Мне надо дождаться, чтобы все растворилось и перемешалось. Кипятить эту смесь я не буду. В этом нет необходимости. Главное, чтобы все разошлось. Особенно кокосовое масло. Видите, каким оно куском не растаявшим. Ах да, забыла предупредить, что заранее необходимо разогреть духовку. Я это уже сделала. У меня режим конвекция и температура 150 градусов. Как можете заметить, температура невысокая. Потому что мне не надо поджарить эти овсяные хлопья с добавками. Мне надо их подсушить и слегка запечь. Ну вот, моя жидкость уже готова. Даже чуть-чуть начала закипать. Но это не страшно. В общем, я ее размешала всю хорошо. И теперь осторожно буду вливать. Все это перемешиваю. Мне кажется, гранола это прекрасная альтернатива обыкновенной овсянке на завтрак. Скучной, неинтересной. Потому что здесь можно проявить свою фантазию как угодно. Сделать что угодно. Вот я, например, сейчас не использую орехи. Мне хочется сделать ее, ну, чуть полегче, можно сказать. В следующий раз я, например, вместо семян льна и подсолнечника добавлю сюда грецкий орех. Может быть, кешью, кокосовую стружку. Ну, посмотрю, в общем. Что мне захочется. Так. Все, у меня все увлажнилось. Теперь я беру вот такая у меня жаропрочная посуда для запекания. Я высылаю ее пергаментом, чтобы потом не надо было мотать. И чтобы не пристала моя гранола к противню, к этому, к форме. И теперь все это высыпаю. Теперь мне нужно отправить гранолу выпекаться в духовку, что я сейчас и сделаю. Выпекать гранолу я буду 50 минут. И при этом каждые 10 минут я буду перемешивать, чтобы она равномерно запеклась. Ну, а потом посмотрим, что получилось. Ну, что же, я достала гранолу из духовки. Как я говорила, она запекалась 50 минут. И каждые 10 минут я ее перемешиваю. Поэтому она такая равномерно золотистая у меня получилась. И она практически готова. Осталось лишь пару нюансов. Я еще добавляю 100 грамм сушеной клюквы. Она придаст прямую кислинку. И хорошо все это перемешиваю. Может показаться, что она чуть-чуть влажноватая. Но как только она окончательно остынет, то будет то, что надо, в общем. Итак, как я уже говорила, практически она готова. Осталось теперь ее остудить и поместить в какой-нибудь контейнер или емкость. И завтра утром уже можно спокойно будет кушать на завтрак мою гранолу. Как я говорила, к граноле можно будет еще добавить и орехи, или молотый имбирь даже. Будет вкусно, мне кажется. А корица, вот сейчас я чувствую, дает очень хороший такой аромат, приятный. Аромат зимы, что ли, можно так сказать. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. В следующих выпусках я постараюсь показать еще несколько вариантов приготовления завтраков. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами была Каплина Елена. Всем пока-пока.